Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами будем проверять косметику водой. Подождите, это будет необычное видео из серии проверка водостойкости косметики, которая является водостойкой. Все совершенно не так. Сегодня, во-первых, мы будем крестить косметику водой. Вот знаете, говорят про эти крещения огнем, но нет, у нас будет косметика проходить крещение водой. Зачем, я не знаю. Просто потому что я могу. На заднем фоне у меня стоит пакетик. На переднем фоне у меня кот скачет на дверь. Давайте я покажу вам, что здесь находится, потому что здесь супер много разной косметики от разных брендов. Как корейских, так европейских. В общем, все что угодно, все в этом пакетике есть. Но на этом канале не все так просто, потому что взять косметику, накраситься, прыгнуть в бассейн, конечно, само по себе изумительно. В своей, конечно же, тупости. Но я подумала, решила, зачем так просто. Поэтому для начала я буду брать косметику, которая находится, ну, вот в таком вот виде, то есть кремовом, не сухом. И буду прямо сейчас сначала кидать ее в бассейн, доставать из бассейна и проверять, насколько косметика является еще и водонепроницаемой. Я не спрашивайте, я не знаю, как я додумалась до этого бреда. Ну ладно, пойдемте топить косметоз в бассейн. Годный контент. Настало твое время. Есть, собственно, два варианта, как топить косметику. Первый вариант в большом бассейне. И второй вариант топить косметоз. На каждое топление я буду выделять на средство по 5 секунд, чтобы оно уж точно утопилось. Сантерат Мак, настало твое время. Пока что водонепроницаема. Тональные крема. Кто же победит в этом неравном бою? Осторожно, осторожно, я лучше поставлю его сама. Неравный бой. Один угл, второй затонул. Почему один полностью в воду упал, а второй плавает, как будто он лодочка? Посмотри, как он встал. Да, он четко встал вообще. А я тут уплыл обратно. Ладно, выходи. Ой, господи. Бачка или медведь? Кто же будет живее всех животных? Собака первая добралась до берега. Нет, подождите, она развернулась. Она не очень умная, она плывает обратно. Собака, ты куда вообще? Ладно, достаем. Хватит уплывать. Она опять ровно встала. Да почему так происходит? Она просто ровно стоит там на дне. Шатается, но стоит. Немножко пьяная. И они разошлись, как в море корабли. Крещение водой пройдено. И, если честно, я ожидала гораздо худшего, потому что плюс-минус, но все выжило. По крайней мере, визуально. Что ж, давайте... Блин, жаль, вот вы этого вообще не видели, потому что у меня только что вот отсюда из тональника вывелась целая куча воды. Когда я открыл, даже капли стекают. Чудесно, заодно и узнаем, выживает ли косметика после того, как ты окунаешь ее в воду. Знаете вообще, как у меня такая идея пришла? Если ты уронишь свой телефон в водицу, то, скорее всего, шанс у него останется мало. Я подумала, а что будет с косметикой, если ты случайно ее уронишь? Я, конечно, понимаю, что в отличие от телефона с косметикой вряд ли кто-то принимает ванну, лежит и наслаждается там. Ого, почитаю-ка я текст, что здесь написано. Но, тем не менее, всякое же бывает, правда? Так, поехали. На одну сторону я буду наносить более дорогую косметику, на другую более дешевую. Погнали, дорогая сторона. Визуально дорогая сторона по своим свойствам, в принципе, не особо потеряла. Хотя, если честно, когда я открыла тон, там было очень много воды. Что ж, теперь открываем, давайте с вами более бюджетную сторону. И да, ей вообще ни о чем, максимально ни о чем. Тут ни одной капельки не проникло внутрь упаковки. Это хороший знак. Вроде по нанесению тоже никаких изменений я не вижу. Вообще никаких претензий не имею к тону. Давайте дальше сделать, попробуем с вами брови. С одной стороны у меня BT21, с другой стороны Maybelline. Я старалась максимально похожим подобрать цвета, и, надеюсь, я не прогадала. Потому что, если у меня будут брови разного цвета, это будет, сами понимаете. Ну, такое себе. Поэтому остается только верить. Вера наша все. Крашу. Прозвучит странно. Возможно, конечно, это дело совсем-совсем не в воде. Но, как будто тушь для бровей от BT21, которую я супер нежно люблю, и вы это прекрасно знаете. Вы знаете, как будто что-то с ней случилось не то. Не знаю, может быть, сильно какая-то капля воды попала. Короче, она немного изменилась, потому что как-то она непонятно наносится. Не знаю даже, как вам это объяснить, чтобы было понятно, но что-то с ней явно не то. Ладно, это вызывает у меня много вопросов. Надеюсь, она не растечется до конца этого видео. И до тех пор, пока я не кинусь и в бассейн. Давайте посмотрим Maybelline. Maybelline пока вроде норм. Но и у той вроде все норм было изначально. Да, по цвету, конечно, я не угадала. Поэтому получается, что у меня одна бровь темная, другая бровь светлая. Класс, зашибись. Хотя они и так настолько разные, что, знаете, это уже даже не то, чтобы как-то помешало. Да, брови максимально просто разные. Одна на вас, а другая, я не знаю, на цветок. Цветок. Дальше опять предлагаю вернуться глазам, но уже красить глаза, а не брови. Вернуться глазам, но красить уже не глаза, а брови. Или, подождите, как я сказала? В общем, здесь у меня японская косметика, здесь корейская косметика, опять Т21 vs Skin Make. Что ж, давайте затестируем. Начнем с бюджетной, кинмейковской стороны. Ну, тут вообще ничего, ни малейших следов того, что вода как-то проникла в это средство. Поэтому просто наношу эти кремовые тени себе наверх. Все очень просто. Цвет такой, конечно, приятный у теней. Как вам вообще? Мне кажется, выглядит бомбически. Даже вот после таких кремовых теней ничего и не нужно на глаза наносить. Все так выглядит изумительно. И теперь 521. Боже, я надеюсь, что они... А, здесь тоже все хорошо. Только хотела поныть, что я надеюсь, что капельки воды не проникли. Но нет, ничего не проникли. Полностью герметичная упаковка. Ничего сюда не проникло. Чудесно. Правда, конечно, цвета совсем разные. Здесь розовый, здесь коричневый. Но что поделать? Кстати, какой цвет теней вам нравится больше? Который вот этот более розовый или который более коричневый? Я даже не знаю, какой мне нравится больше, потому что, по-моему, они тот и другой выглядят вообще потрясающе. И, ну, каждый по-своему. По 5 глаза. И на этот раз Urban Decay vs Maybelline. Крест означает как бы знак войны. Погнали, начнем с Maybelline. Так, сюда попала водица. Капля водицы, вот, я прямо ее вижу. Она здесь. Но, надеюсь, она осталась только здесь и дальше не проникла. А то будет обидно, если у меня тушь потечет уже на этапе нанесения. Наносить прям специально буду супер густым слоем, чтобы уж когда я упала в бассейн, уж наверняка что-то туда потекло. Потому что наша цель проверка. А не, знаете ли, просто так нанести касси ветику, прыгнуть в бассейн и такая, о, класс, все, работает, не работает. Я не знаю, как правильно выразиться. Ничего не знаю. Так, несмотря на то, что капелька попала, все нормально. Я накрасила ресницы тушью. И я не вижу каких-либо изменений. Так что, видимо, она действительно просто попала на резьбу, но дальше не прошла и хорошо. Что ж, теперь посмотрим, как справилась люксовая тушь с этим непомерным, непомерным заклинанием. Нет, с этим непомерным заданием было. Да, когда я болтала какую-то чушню, как это обычно происходит, я открыла тушь, и здесь вообще никакой воды нету, никакого следа, никакой капельки, ничего нет. Поэтому просто крашу, и я думаю, что никаких изменений не будет. И да, их, конечно же, тоже нет. Дальше будем переходить к контурингу. А вы, кстати, напишите в комментарии, вот зная тот факт, что с одной стороны и с другой стороны у нас разная косметика по цене, вы бы смогли бы так вот чисто теоретически вообще определить, где косметика дороже, где косметика дешевле? И смогли бы определить тот факт, что косметика до этого была брошена в водицу. Дорогая сторона, контуринг от BT21. Вообще никаких изменений, никакой воды не проникло, хотя я уверена была, что я сейчас открою, у меня тут просто душ выльется, ибо упаковка, ну она такая, знаете, ну, кладется впечатление, возможно, просто за счет того, что она супер яркая, что она не плотная, но нет, вообще вода не проникла никак. Так, вообще никак. А теперь бюджетная версия от Миши, и здесь тоже нет ни капли воды, все совершенно сухое, сухейшее, я бы даже сказала. Ну да, ничего не проникло, поехали. Если вы не понимаете, как я делаю контуринг по какой схеме, то я тоже не понимаю. Румяна. Здесь у нас будет Maybelline, и здесь у нас будет Dior. Они, конечно же, не топились, потому что, думаю, вы прекрасно понимаете, что топить сухую текстуру, это полный бред. Ну, полный бред не для идеи видео, а для бассейна, я просто боюсь, что мне потом вломят конкретных, ну, неприятностей конкретных мне вломят. Dior. И Maybelline. Maybelline, конечно, гораздо более пигментированный, в отличие от Dior. От Dior мне тоже безумно нравится. Просто вот эта вот особенность люха косметики, что она ложится не настолько плотным слоем, это вот то, что я заметила еще очень-очень давно. Теперь нанесу хойлайтер, здесь у меня будет пум в коллабе с Maybelline, и вот такой вот треугольничек от Kate Von D. Обожаю, кстати, эту палетку пигментов, но еще я использую как хайлайтеры. Так, поехали, начнем с другой стороны. И переходим к помадам, у меня есть два варианта Huda Beauty, и опять-таки Maybelline. Это были единственные помады, которые плюс-минус похожи на цвета, чтобы выбрать из одного и другого самого сегмента. Поэтому давайте попробуем. Я, конечно, очень долго думала над тем, как сделать помадой, и поняла, что просто одну помаду нанесу на верхнюю губу, другую на нижнюю. Я думаю, что на верхнюю губу я нанесу Huda, потому что у меня нижняя не очень ровная, ее будет труднее нарисовать вот такой штукой, палкой. Поэтому верхняя будет Huda. Чуть не это, не сделала вот этого движения губами, и тогда у меня все на нижнем, на нижней губе бы отписалась. Обзор на помаду Huda Beauty я, кстати, делала в своем инстаграме, так что если вы найдете мои хайлайты и увидите там тест косметики, вы можете узнать все, что я думаю про эту помаду. Так что обязательно зайдите и посмотрите, потому что эта помада очень дорогая. И мнение у меня не сложилось такое, какое вы увидите в хайлайтере. А пока она подсыхает, я думаю, что самое время накрасить губы мэйбелином. На эту помаду, кстати, я еще и не делала обзоров в инсте, поэтому если хотите, то я сделаю. И тоже буду уже в середине в инстаграм. Ух ты, с цветом прям попадание, они реально идентичны практически. Боже, какая крутая помада. Просто офигенная нанесение, честно, я в шоке вообще. Я, по-моему, первый раз использую сим, или пользую, знаете, вот именно что нормально, и мне его очень нравится. Ну, теперь я поняла, почему все в инстаграме сейчас в последнее время только эту помаду показывают. Блин, реально же по цвету вообще идеально просто подходит, что сверху, что снизу. Так, мне кажется, если не знаешь, не скажешь, что это две разные помады, что думаете? Что ж, на этом мой легкий макияж готов. В этом как был его смысл. И сейчас пойдемте прыгать в бассейн. Так, я пришла в бассейн. Сейчас я буду окунаться туда и буду плавать минут пять. Мы засечем таймер, и когда пять минут у меня пройдет, то, соответственно, я выйду из бассейна. Естественно, я буду плавать, ну, целиком туда погруженный в воду. И пройдем проверять, что с нашей косметикой случится. Я не знаю, переживет она вообще купание или нет, так как косметоз у нас, напоминаю, не водостойкий. А вы, пока я собираюсь идти туда, обязательно напишите в комментарии, как вы думаете, какая косметика переживет или все сейчас просто превратится в одну сплошную жидкую массу на моем лице. Поехали. Ставлю таймер на пять минут и пойду, короче, плавать. Ну что, насколько все плохо. Собственно, вот так вот выглядит макияж, который я сделала. Я плескалась, честно скажу, нормально. Прыгала, ну, вы сами видели, что я делала. И я, в общем-то, в шоке, что макияж совершенно нормальный. Посмотрите его вблизи еще получше. Конечно, если делать вот так, то видно, что тушь, она уже, как бы, имеет некоторые свойства к тому, что она скоро растечется. Но, в целом, если вы по какой-то причине захотите окунуться в бассейн или упадете в воду, то можете быть уверены, что с этими косметическими средствами все будет хорошо. Не растеклось вообще ничего. Даже тени на веках, они остались в том виде, в котором они были изначально. Короче говоря, я реально максимально в шоке, потому что я была уверена, что я сейчас вылезу и буду вся такая черно-коричневая, но нет, макияж идеально держится. И ставьте лайк на это видео, ну, или ставьте дизлайк, если вообще нифига не поняли с того, что происходило, потому что, знаете ли, лайки хорошо, дизлайки плохо, не ставьте. Короче, если вы ничего не поняли, отлично ставьте лайк. В общем, все, спасибо за просмотр, и всем пока-пока, а я пойду сушиться. До новых встреч!